застала на два года врасплох, но мы не унываем и едем в лес в поисках грибов. Я не знаю, что получится. Хорошо, что у нас в Крапатах есть такой асфальт, в городе такого нет. На Мазде можно спокойно кататься себе по симпатинам городу. Так что вот так. Включимся, наверное, уже в лесу. Мам пока поснимает немного дорогу. Смотри, через мусор переезжает. Мы уже машину оставили, спустились посмотреть на вот такую горную реку. Напор сильнейший, потому что уже третий день льет просто не переставая ливень. Дорога тоже размытая. Такие мини-водопады сотворились уже. Так что мы, наверное, сейчас отсюда топаем и пойдем в лес. Хотя бы просто попробуем нащупать грибы какие-нибудь, не знаю. Так что оставайтесь, не переключайтесь. Всё, спасибо. Так, хлопцы, я уже перебрался через небольшую речку. Сейчас очередь Мамана. И она решила прямо перед перевалом покурить цигары. Маман, прошу. Надёга безнадёжная. Но, кстати, перебралась лучше, чем я даже, кстати. Всё, мы уже потихоньку попадаем в лес. Сейчас мы на развилке подумаем, куда точно пойти. Ещё грибов у нас нет, но уже какие-то плоды уже знайдены. Вот такая земляничка в лесу растёт. Буквально метров 150 в лес ушли. Уже всё мокрое, уже всё челякает. Но мы особо не расстраиваемся. Нас постоянно по пути встречают такие переправы, препятствия. Ну, нас уже ничем не смутить, не спугнуть. Мы идём как танки, ни за что не обращая внимания. Просто занырнул легесенько в лес, дороги и уже встречают такие штуки. А это очень хороший знак. Если такой ништячочек растёт, я думаю, может что-нибудь изъедобное растёт. Но это больше похоже на поганку. Так, по-моему, мы нырнули туда, куда нам нужно вообще. Смотрите. Ну, правда, это ЛСД гриб. Мы пока не по такому, но микродозинг, как говорится, это неплохо. Я ничего против не имею. Такие красотульки. Ну, вот всегда, знаете, вот на пороге леса поганки, они как бы отпугивают, как охрана от хороших грибочков. Всё, как найдём что-то прикольное, ещё я включусь. Сейчас бы, блин, наткнуться на какого-нибудь гигантёнка большого такого с шляпой вкусной. Было бы прикольно. А ещё всегда теряешься по лесу, когда с маман идёшь по грибы, её просто не найти. Вот, смотрите, ещё такой же хлопчик с кривой шляпой, что бы это ни значило. У нас дождевики, чтобы вы понимали, детские вообще. То есть мы именно подготовленные, как обычно. Ну, у нас это классика, это какие-то светлые вещи, купальник и детский дождевик. Так мы и двигаемся, создаём сами себе экстремальные условия. Всё, поехали дальше в поисках. О, я уже вижу, сейчас покажу, сейчас покажу красавчиков. Опа! А вот это, ребятки, похоже на что? Красивая, очень коричневая такая шляпка. Это от нового выкрутия? Да, да, да. Это, как его, блин, подошёта, под осиновик чешу. Да? Профессионалы, подскажите. Мне нужно твоё профессиональное мнение о грибочке маленьком таком. Что скажешь? Вау! Что это такое, блин? Старенький. Вот сейчас могут быть только... Вообще, я там понаходила тоже уже старый. Вот этот, нужно проверить, если он червивый. А вообще, это хорошее. Это хорошее, да? Да, видишь, он пока червивый. Это не то, что мы когда-то в Буковиле собирали? Это... Вообще, поджипки, я знаю, у нас называют. Видишь, они червивые. Сейчас будут ещё старые, они будут червивые. Ну, выкидывай. Просто так, показать. Не, ну всё правда, вообще крутой. Ну, очень-очень червивый. Покажи. И видишь, уже, там, размножение. Ага, всё. Всё. Надо даже где-то повесить на веточку. То есть, развеивается. О, видите, маман. Сразу шашлык. Теперь у нас маман нашла скарб. Давайте подснимем, как она снимает. Ещё и в листве. Смотрите, как он сливается. Очень. Вот этот очень похож на хорошенький. Может, плотненький. А, блин, вообще шикарный такой. Посмотрите. Понюхайте. Пусть маман понюхает, а пишет. Грибочком пахнет или уже нет? Больше влажной. Влагой, да. Тепанюх. Он вообще крутой. Ну, блин. Ну да, червивый у нас. Он даже не очень. Это видно уже, потому что подешал. А вообще, так, самый красивый пока. Самый красавчик, да. Маман говорит, плохие, но говорит, хотя. То есть, шанс имеется. Красная ножка. Смотрите. Покажи. Вспышку включил. Красная ножка, это хорошо или плохо? Это мне не очень. Но они там разные. Это можно взять с собой на... Видите, прохладно. Аж фар идёт. Синее, да. Сатанинский гриб. Так, камера чуть-чуть заляпалась, но извините, что можем поделать. Обратите, какой красивый лес, кучу мха, куча секвой, смарек, елей, сосен, грибочков вот таких. Вот. Может они и несъедобные, но симпотные очень. Очень радует глаз, потому что мы... Я как всегда ехал и не надеялся, знаете. Когда не надеешься, то радуешься и червивому, и несъедобному. Вот. Идём по мху, как по ступенькам. И разглядываем со стороны в сторону, что у нас... Вот такое откусить и скорую вызывать можно сразу. Лучше заранее. Что у нас за гриб? Маме интересно, что за страшный черно-зеленый гриб. Да, шутка его. И гриб стоит много. Смотри, какое. Вот эти съедобные, но был бы... Он не червивый, то мы бы, наверное, им и поужинали. Ай. Иди сюда. Маман очень довольный. Звуки сдала. Блин, да ладно. Там уже кто-то живёт. А, червивый. Видите? Жалко. Всё. У маман новая кличка. Маман зоркий глаз. Замечает, подмечает. Надо бы пробраться ещё. Пробираемся. Одни папоротники. Ух ты. Камни. Не знаю. Наверное, там, где камни и не найдёшь ничего. Елку. Извините за мат. Я, может, за папу... Ставить запикать. Это что? Это что? Это гигант какой-то просто. Это невозможно. А как? Я в шоке, ребят. Он огроменный. Огроменный. Просто нереально. Офигеть, там нога. Как срезать? Да срезай, нормально. Можешь выкрутить его, и всё нормально. Выкрути тоже. Сейчас вообще её принято выкручивать. Еппп. Она звонит. Вы не влазите в кадр, если что. Давай, чтобы ездили. О! Это гигантильный. Покажи ножку его. Супер. Блин. Аж снимаю. Так, процесс нарезочки и проверки, насколько он червивый. А что? Смотрите. Он даже не червивый. Как будто его даже особо и не хавали, слушай. Я даже не хочу его сейчас резать. Смотри, он немножко пустая, но он просто... А мы можем оставить и на обратном пути взять? По этой же дороге. А если залезут эти снимки, и как их там? Ну, а как ты его нести будешь? В руках. В руках, как букет? Да. А тут может что-то. Тут, наверное, что-то. Блин, он просто перерос. Перерос, ты ж. Давай тогда сделаем. Вот так. Я не знаю. Не, не, не. Я бы его в любом случае не ел. Не, не, не. Ооо. Да, да. Сама шляпа дрыхляла у него. Перерос, перерос. А пополам можешь его бахнуть поставить? Прям пополам. Прям пополам. Еще про... Держался. Ну, ну, ну. Ой, нет. Ну вот, да. То есть... Не повезло, что червивый. Но все равно находка эмоциональная просто капец. Супер, супер. Но шансы есть. Да. Вот такие находки повышают и настроение, и шансы на удачу. Да. На растишки, я не знаю. Фух. Так, немножко выхода пошли от эмоций. Ну, ничего. Да это все до следующего гриба. Видите, какой в лесу ковер. Зеленый, мягенький, просто невозможно. На нем и поспать. Надеюсь, мы не по грибам ходим. О, смотрите, ребята, это голубика или волчья ягода? Нет, черника. Черника. Черника, да. Тогда я попробую. Вот, смотри. Вот это видно хорошо. Смотрите. Еще одна находка. Голубика. Ну, как-то я тут могу. Ммм, действительно голубика. Вкусненько. Или черника, как ее. Вот еще такая поляночка. Они очень аппетитно выглядят, конечно, но я не знаю. Я без маман не рискну. Сейчас ее дождемся, спросим, что это такое. О, смотрите, какая красивая шапочка спряталась тут у нас. Очень красиво, да? Лес, тропа в гору ведет. Нам главное не запереться на самую вершину и найти потом свою машину. Он такой страшненький. Я... Ух ты, шичка! Вау! У-у-у! Какое! Йоу-йоу! О май гад! Бомультяшный гриб. Гриб-мультик. Такие грибочки. Один худенький, другой толстенький. Как я с братаном своим. У-у-у! 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 Меня больше напрягает, что я маман потерял из виду. Вот это вот классика. Как тебе этот грибочек? У-у-у-у! Мультяшный такой симфотный. Сюда уже не сильно добираются черви, так смотрим. Хм. Руки обратные. Ну еще, туда начнем слабый. Блин, а как ты его зацепишь? Развесно еще. Нормально. 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 Там он красный не так. Мелочи. Ну это такое поганочка. Это, кстати, может не поганочка? Нет? Я их боюсь. Я смотрела, не уверена про них. Но... Ну вообще похож на поганочку. Угу. Что ты пока взял и собирал, у меня такие. Хм. Ну я в них точно. Вообще не поганочка. Есть ощущение, что все-таки мы будем картошку с лисичками кушать. Хе-хе-хе-хе. Достаточно много их растут. Поэтому понятно, почему в таком количестве они сейчас продаются. А это вообще сезон или на маленький? Ммм. Ну, если маман доверять, то это сыроежка. Сыроежку что? Срывать? Очень аппетитная. Такая свеженькая. Хе-хе-хе. Я вообще, честно говоря, с прошлого года ни одного гриба не ел. А теперь как будто опять созрел. Угу. Такие грибочки интересные. Тоже как возле бреган растут. Ого! Черная нога такая. Да. 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 Интересно. Да. Так его дожать. Вау! Я знаю, какие самые страшные. А такое первый раз вообще не вижу. Вечеринные. Ну, как это такое. Можно просто, знаешь, взять для эксперимента, посмотреть про них, чтобы потом... они могут быть сильно плотными. Угу. Угу. Пойдем дальше. Но там около один еще. Да пусть это. Не будем одних и тех же для эксперимента возьмем. Не надо. Проверим. На себе или через гугл посмотрите. Ну, тут вообще такой, как у него определить, ну, кажется, уже не справедливый. Ну, да. По черной ножке у пеньков. Ну, я таких там не попадалось. Хм. Кто-то взбирал. Или вот, например, кто-то просто увидел там гаук. Едобный-недобный. И все не попадалось. Я говорю, так вот я, ну, познакомьем там, просто неинтересно, что я взяла. Валамаманчик с очень радостным акцентиком таким. Возможно, что-то симпотное я нашла. Хотя мы вроде как здесь и были, нет? Сему вы какие цветочки красивые. Ты цветочка увидела? Нет. Хочу в природу. Йой-ой-ой! Охренеть! Это что, белый? Да. Это белый гриб, ребята. Мы уже не зря сегодня, по-моему. Вот как мы уже выходили из них. Да, мы реально на обратном пути решили просто... Причем по дороге по той идее и были, ну видите как? Чуть-чуть, только дальше. вылез пока нас не было принять я просто в шоке круто круто подавить коммуналочка мама даже высыпались лисички но это что-то пузатенько и красиво ничего не надо вы подержу пока тут ставьте ставьте цели на день маман поставила найти один белый гриб она его нашла твой трофей выглядит очень плотный чистый здесь небольшие дырочки радостно сегодня с мама нам радостно так теперь мы хотели уже идти ну видимо мы отложим нашу плану мы взяли пакет и оставили в тачке ну как это мы можем хоть бери и беги обратно туда так маман дело я сразу же бегу к ней что я способен только на погодницу по моему блин они прям так вот землю приподнял шляпкой а красная нога оставлять до красного да вот по такому по таким хащам можно и пройтись да очень много мухоморов коммуналочка так что так что осторожненько смотрите с голоду на все не кидайтесь все семейка неплохо погуляли какой-то урожай добыли сейчас спрячем в пакетик может грибочки заодно посмотрите сколько их там такие все разные симпотные извиняюсь вот такие главные конечно это беленькие там есть я не знаю что нибудь будем изучать пробивать может попробуем еще с вами на камеру может будет подлиннее видос все а пока а пока едем хату собрали грибой едем домой заедем магазин на вечерочку чисто под грибочки дезинфекцию купим и будем снимать вам обзорчик а пока посмотрите как раз пошел процесс зачищения грибочков это просто король гриб сегодняшнего дня достались лисички маман пробивает через google фото вот этот странный гриб с черной ножкой интересно действительно что красивый на самом деле не снимать тебя опять испорчились там он чуть не портишь накидайте комплиментов вот так подавить какой вид туман река гури природа грибочки приготовить решили завтра а пока подготовим скумбрию для мангальщика пожарим ее на углях и поужинаем рыбкой всем пиз так наполнилась река спустя три дня дождей уже водопад обрал образовался хотя здесь был пешеходный такой полумостик из камней по нему люди переправлялись с того берега а теперь это просто не поменяемый водопад такой сильный мощный а а пока тут спокойненько замариновал рыбку соль перец лимон укроп в гаражик и раздуваю огонь так отключимся чуть позже все рыбешку закинул скумбрия жарится я отдыхаю видами любую аман развлекает подкатил как раз мне дядьку дядьку здравствуйте как и вовремя начинаю съемку ты жив оживание исцеления и зыги из него все ничего скажи да реально на доске встать можно против течения пытаться как-то бороться там где-то мы были на туре грибочки смотрели половину естественно сейчас мы перебрали выкинули какие-то жучки еще что-то но белый король гриб должен у нас там полежать отвариться и может картошечка еще и пойдет рыбку надо переворачивать очень часто чтоб она не подгорела рыба жарится быстро жирненькая скумбрия поэтому да потренироваться тысу поиск ну да как тренировка неплохо может тренировка просто плохо закончится есть такие волны и камни было видно буквально подавчера здесь переправлялись люди по мини-мостик был сложно занесло вы топили все семейка скумбрия готова пошли со мной пробовать а по что ребятка семейство дунайских собственной персоной скумбрия на мангале первый раз делаю такую целиком с лимоном специями сейчас будем пробовать и укропом перевернуть чего еще не ел весь день ребята прикиньте как я могу на это смотреть вот как на вот это вот смотрите она просто плывет уже мне в живот сейчас со спинки начнем смотрите ребята все серое белое готово сейчас попробуем кусочек и пойдем за стол пахнет скумбрия но вкусно думаю всем зайдет подголичительная пробуйте также сделать очень пусто мне просто последнее время не очень нравится прям сильно копченый аромат и вкус поэтому я сделал решил сделать целичком и не просто так и извините за ничего не ел смотрите в очередной раз андрей не умеет есть мне не попалась косточка почему тебе всегда так везет нормально короче нормально сейчас будем ее лимончиком поливать и будет вообще бомба я думаю вот семейка вот так вот на тарелочку люблю рыбку с лимончиком вкусно с кислым каперсом джекой все уже себе накладывают подготавливается процесс пошла жара потихоньку все голодные нагулялись грибы насобирали навалялись все завтрашний день чтобы было наконец-то солнце я хочу им и может действительно еще раз пойдем на грибы пошли это было больше разминка все за вас кого-то мно . пикантность появляется сюда семейка привыкаете привыкать кушать на камеру лишний раз там словом еще вот это да у меня все слова ушли сегодня точно в трубу сами подумайте это маринованные грибы либо тухлая котлетка с магазина тут надо ну а может все вместе знаешь она всегда в совокупности работы ну а ну как тебе рубка вообще с лимончиком как говорится в польше за ищи до за и файня все семейка мы топчем adios amigos мы проверяем китайский голубой гриб под названием они они чай не горит вы видели когда-нибудь краситель фиолетовый натуральный от гриба они от буряка блин это общешь как мы что-то новое пол нашли и изобрели в этом походе часто очень модно в ресторане тема типа натуральные красители фиолетовый это одли буряк грибной краситель фиолетовый это что-то нас тут замачиваются вот эти новые грибы о которых ничего не знаем белый гриб зотик и вот свинособачья да это свинособачьи штуки нет ничего подобного это просто небольшая срачка молочка извините но мы уже сами добренькие рыбку практически доели остальные еще закуси андрей мерзнет коньяк не согревает всем пока